Фестиваль спортивной кинологии уже во второй раз состоялся в Южно-Сахалинске. Результаты усердных тренировок хозяева демонстрировали вместе со своими собаками. Состязания провели по отечественным и международным дисциплинам. Подробности далее. Пройти мимо людей и ни разу не обратить на них внимание – задача не из легких. Важно слушать только своего хозяина и выполнять команды, не отвлекаясь ни на что. Упражнение показывает, насколько неразрывна связь питомца с человеком. Геша у меня появился после того, как у меня ушел мой малинуа. Появился случайно, попросили взять на две недели. Остался. Вот уже восьмой год мы вместе. Когда было решено буквально через неделю нашего проживания вместе, что он остается со мной, мы начали заниматься. Мы, собственно, выходим на испытания. Собака прекрасно работает поиск, собака работает послушание. К сожалению, сегодня не удалось подтвердить прошлогодний результат. Александра Селезнева к появлению собаки в своей жизни подошла очень серьезно и ответственно. Девушка одно знала сразу – хочет именно немецкую овчарку. Так и появился у нее вольт. Сейчас ему два года. Считается, что самая умная, самая послушная и самая компанейская. Ну и, в принципе, из молодости все эти сериалы, фильмы про немецких овчарок – это вот в самую душу. Состязание по послушанию собака-компаньон. Потому что первая часть – это БХ, это вот собака-компаньон, что собака научена быть рядом с проводником, с владельцем. И, соответственно, то, где мы сегодня участвовали, это уже соревнование. На фестивале спортивной кинологии в этом году представлены малинуа, немецкие овчарки, доберманы, спаниели, другие породы и метисы. Поучаствовать могли абсолютно собаки любой породы и собаки без документов. При одном условии, что они вживляют чип, микрочип, который прописывается в ветеринарном паспорте. То есть это в любой ветвлечебнице можно вживить собаке чип. Он нужен для идентификации собаки. Победители получили временные сертификаты, которые необходимо поменять в Российской кинологической ассоциации на постоянные.